Команда, всем привет! С вами Олег Радочин, и в этом видео-тренинге мы с вами, каждый лично для себя, ответим на один, но очень важный вопрос. Готов ли я делать бизнес? И я не хочу, чтобы вы это проигнорировали или пропустили мимо ушей, потому что после этого вы сможете ответить на второй вопрос. Зачем мне это? Данный тренинг будет очень полезен лично вам, если вы действительно хотите начать получать результаты. Я сам про себя знаю, что пока я не решу делать бизнес, пока мной не будет принято осознанного решения делать бизнес, я потом не смогу ответить на следующий вопрос. Зачем мне это? А когда я отвечу на вопрос, готов ли я делать, мне легко будет ответить на следующий вопрос, и уже все остальное уже начинает двигаться само собой. И чтобы у нас с вами было некое общее видение нашего бизнеса, нам нужно немного заглянуть в будущее, и соответственно потом нам будет легче ответить на важный вопрос. А вот пока вот нет этого видения перспектив и нет принятого осознанного решения, все как бы находится у нас в голове, и все как бы летает в облаках. И я хочу напомнить вам, что у нас с вами сетевая модель бизнеса, а сетевая модель бизнеса это просто математически просчитанная бизнес-модель. За совершение каких-то определенных шагов и действий ты зарабатываешь какое-то количество определенных денег. И в любом сетевом бизнесе есть свой маркетинг-план или программа, и приходя в бизнес, мы с вами как бы соглашаемся с условиями, которые нам предлагают. Сейчас я не буду детально рассказывать вам про наш маркетинг, он у нас действительно классный, и для ознакомления с маркетингом у нас есть специальное обучение, и есть специальные видео уроки, и также есть отдельный обучающий бот-ментор. Если вы еще не проходили уроки в боте-ментор, обязательно выделите час своего времени, не пожалейте, чтобы пройти это обучение. Это важно! Ссылку на бота-ментор вы сможете найти в своем личном кабинете на сайте PRO, раздел «Боты», обучающий бот Коля. Также вы сможете найти ссылку на этого бота внизу в описании к этому видео, я ее оставлю в описании. А сейчас я просто хочу поделиться с вами своим видением нашего маркетинга. У нас с вами есть 12 площадок, 12 комнат, или еще можно сказать 12 этажей, которые нам нужно пройти согласно маркетингу. Вот эти этажи, наши площадки, К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10, К11 и К12. И нам нужно пройти от точки А до точки Б до 12 этажа. Если вы начали бизнес по стратегии К1, К6, как сейчас показано на слайде, то ваша точка А – это К6. Соответственно, если по стратегии К1, К7, то точка А – это К7. С 6 или с 7, в зависимости с какой точки вы начали свой бизнес, нам нужно дойти до К12. Те из вас, кто начал бизнес с К7, вам намного легче и намного проще и намного быстрее это сделать. Потому что чем ближе К12, тем меньше шагов нам нужно проделать, меньше действий совершить, чтобы дойти до К12. По мере закрытия каждой площадки, вы получаете прибыль, партнерские вознаграждения и дополнительные клоны, которые также приносят вам доход, и еще дополнительные клоны. Так, начав движение с К6 и закрыв шестую площадку или комнату, ваш клон переходит на седьмую площадку, и вы получаете 180 тонн коинов. Это суммарный доход от всех ваших клонов вместе с партнерскими вознаграждениями. Далее, закрыв К7 и поднимаясь на следующий этаж в комнату К8, вы получаете еще дополнительно 200 тонн. И суммарная прибыль со всех клонов плюс партнерские вознаграждения составляет примерно 380 тонн. Это примерный расчет, который я постарался сделать по маркетингу. Далее, закрыв К8 и поднимаясь на следующий этаж К9, вы получаете дополнительно 500 тонн, и суммарная прибыль со всех клонов плюс партнерка составляет 880 тонн. Далее, закрывая К9 и поднимаясь на следующий этаж К10, плюс еще 980 тонн, суммарная прибыль со всех клонов плюс партнерка составляет уже 1860 тонн. Далее, закрыв К10 и поднимаясь на следующий этаж К11, плюс еще 1940 тонн, суммарная прибыль со всех клонов плюс партнерка составляет уже 3800 тонн. Далее, закрыв К11 и поднимаясь на следующий этаж К12, это еще плюс 3540 тонн, и суммарная прибыль уже со всех клонов и с партнерки составляет 7340 тонн. Далее, закрыв К12, вы получаете плюс еще 20712 тонн, суммарная прибыль со всех клонов плюс партнерка составляет уже 28052 тонны. Это примерный приблизительный расчет. На практике цифры могут быть чуть меньше, либо чуть больше. Я сделал примерный просчет, чтобы показать вам перспективу в доходах, что вы можете здесь зарабатывать с помощью нашего маркетинга. Когда вы один раз это сделаете, дойдете до К12, вы сможете делать это снова, снова и снова. Один раз, дойдя до К12, вы скажете, так это было просто, это же совсем не сложно. И вам не нужно будет второй уже круг начинать опять с шестой или седьмой площадки, чтобы дойти до 12. Потому что у вас уже будут клоны на девятой площадке, К9, и каждый раз, проходя до 12 площадки, до К12, вы с каждым разом сокращаете время прохождения второго, третьего, четвертого, пятого и так далее круга. Второй круг вы будете уже начинать с К9, потому что там уже вас ждут ваши же клоны. Третий круг будете уже начинать с К10, четвертый с К11, пятый с К12, понимаете? К этому времени у вас будет одновременно работать все площадки, и на каждой из них вы будете зарабатывать свои деньги. Каждый ваш клон будет приносить вам прибыль, которая также продвигается к более дорогим площадкам. Далее идет шестой круг, седьмой, восьмой и так далее. Все, что вам нужно, это пройти один раз до 12 площадки, К12. К этому моменту, по самым скромным подсчетам, ваш доход будет составлять около 20 тысяч тонн коинов в месяц. Это, друзья, более 30 тысяч долларов в месяц. И дальше стартовая позиция уже начинается с девятой площадки, потому что вам прилетает клон на К9, и вас с девятой начинают толкать на десятую, с десятой на одиннадцатую, с одиннадцатой на двенадцатую. И с каждым кругом скорость закрытия площадок будет быстрее, быстрее и быстрее и быстрее. И вы, соответственно, становитесь примером для своей команды. Вы прямо силу набираете. Но чтобы это сделать, вы должны держать фокус на одном инструменте, раз фокуса не должно быть. Если вы допустите раз фокусировку, вы будете потом жалеть всю свою жизнь. Через год, через два, даже через полгода. Есть такая болезнь ФОМА. ФОМА это синдром упущенной выгоды или прибыли. Это когда вы точно знали, точно понимали и верили, что что-то произойдет, но по какой-то причине вы засомневались. А сомнение, друзья, это убийца возможностей. И в конечном итоге, когда тонкоин будет стоить 10, 20, 30, 40 или 50 долларов, а это будет, вы будете видеть тех людей, которые били в одну точку, не сдавались, и они стали долларовыми миллионерами. Действительно долларовыми миллионерами. Но чтобы стать долларовым миллионером, сейчас не нужно миллион долларов зарабатывать. 100 тысяч тонкоинов сегодня, это миллион долларов завтра. Понимаете? 100 тысяч тонкоинов сегодня, это миллион долларов завтра. Или 5 миллионов долларов послезавтра. Путь из точки А в точку Б состоит из маленьких промежуточных точек. Понимаете? Вам никто не говорит, что вам нужно сразу сделать огромный прыжок. Нет. Степ-бай-степ. Маленькими, маленькими шажочками, шаг за шагом постепенно. И каждый раз, когда вы двигаетесь к более дорогой площадке, вы толкаете за собой и своих партнеров. Все, что вам нужно сделать сейчас, это сделать выбор. Что это означает? Ответьте себе честно, прямо сейчас на один вопрос. Готов ли я делать бизнес? Если я готов делать бизнес, соответственно, сколько я готов себя вложить? Суммой, которую ты озвучиваешь, ты оцениваешь свою готовность. Если это 5-10 долларов, значит, ты настроен только попробовать. Если быть честными с самим собой, ты не готов. А если ты готов, у тебя открыт как минимум стол К6 или выше. И, соответственно, я тебя поздравляю с правильной оценкой своей готовности. Сейчас, друзья, задание. Сейчас я попрошу открыть свой ежедневник, который, я надеюсь, у вас есть. Так как это очень важный инструмент для вашего бизнеса. В него ты, соответственно, записываешь все свои пароли, имена основных лидеров, делаешь домашнее задание и так далее. В дальнейшем это станет твоей азбукой. Прямо сейчас открой ежедневник. И запиши в свой ежедневник, сколько ты вложил в себя, в свой бизнес. Прямо пишешь. Я вложил в себя. И пишите сумму. В танкойнах, в долларах, в евро, в любой национальной валюте. И также напиши моя точка А по маркетингу. Это К. Ну, пишите 6-7. В зависимости от того, какая у вас сейчас открыта максимальная площадка. Запомни. Наш бизнес – это не хайп, это не пирамида. Это бизнес, связанный с продажами. Мы создаем систему сбыта, товара или услуги. И результат в нашем бизнесе зависит от конкретных действий, умений и навыков, которые ты в себе будешь формировать. Поверь, это труд. Твой наставник или оплайн – это твой бизнес-компаньон. Все трудности, все задачи, теперь ты будешь решать вместе с ним, плечом к плечу. Ты теперь не просто человек, который к нам присоединился. Ты должен понять, что в этом бизнесе есть определенные действия, есть определенная иерархия, есть определенная система роста человека как личности, с прописанными на каждом уровне определенными ответственности. Ты пришел сюда выполнять определенные действия, которые помогут тебе зарабатывать хорошие деньги. И теперь мы, я, ты, твой оплайн и все твои наставники, на минуточку их у тебя должно быть три, мы с тобой теперь равноценные партнеры, и мы будем вместе заниматься созданием бизнеса, общего бизнеса. Это важно понимать. Теперь ты и твой оплайн или наставник, вы партнеры. И все, что будет возникать на вашем пути, вы будете решать совместно. Не рассчитывай, что кто-то за тебя это сделает. Вы будете делать это вместе. Теперь ты партнер, а не халявщик. И чтобы начать драйвово действовать, нужно приложить некоторые усилия в связке со своим оплайном или наставником, и в связке с командой. Вот этим и хорош наш маркетинг, этим хорошо наше сообщество, потому что и сам маркетинг, и вот наша система, которую мы внедрили, система МОСТ, все это работает в тесной связке с командой, все это нам помогает расти, развиваться, и формировать человеческие отношения. И здесь вин-вин в чистом виде. Выиграл ты, выиграл я и выиграла вся команда. Команда помогает тебе, ты помогаешь команде. Чем на более дорогие площадки по маркетингу ты выходишь, тем больше и дополнительной помощи в виде клонов вылетает в команду, которые толкают их так же на более дорогие площадки. Теперь нам нужно с вами определиться с намерением. Ты должен решить для себя, посвятить созданию бизнеса, решить быть в фокусе, что ты посвящаешь бизнесу минимум один год. Решить держать фокус внимания на программе бизнеса минимум один год, не меньше. Лучше, если это будет два года или три. Это твое намерение. Это еще не цель. Это намерение, и можно сказать, некий путь, с помощью которого ты будешь достигать своих целей. Это некий, скажем так, энергетический импульс или луч, который ты создаешь, как духовное существо. Прямо сейчас посмотри на сегодняшнюю дату. Посмотри, какое сегодня число, месяц и год. И определи, какое будет число месяц и год через два года, либо через год, в зависимости от того, как ты решил, какое время ты посвятишь этому бизнесу. И запиши в своем ежедневнике большими буквами, я посвящаю созданию этого бизнеса с, прямо пишем сегодняшнюю дату, конкретную дату, число, месяц и год, до такого-то числа, посчитай, какое это будет число через год или два, тоже пиши число, месяц и год. Запиши, я посвящаю себя созданию этого бизнеса с такой даты сегодняшней до такой даты, которая будет через год или два. Записали? Вы приняли решение посвятить год или два созданию своего бизнеса. Благодарю. Далее. Сейчас будет очень интересное задание. И очень важно, чтобы вы разместились поудобнее и имели сейчас возможность, чтобы вас вот сейчас вот пять минут никто не отвлекал. Задание будет длиться минут пять по времени. Конечный результат этого задания должно быть прийти такое состояние. Да, теперь понятно такое состояние. Итак, задание. Давайте немного помечтаем. Устройтесь поудобнее, закройте глаза и мысленно пройдитесь от сегодняшнего числа до той даты в будущем, которую вы определили и записали в ежедневнике. Это либо через два года, либо через один. В зависимости от того, кто как решил. Если вы решили посвятить созданию бизнеса год, тогда мысленно быстро пройдитесь по этому году сегодняшнего дня. Если вы решили делать бизнес минимум два года, тогда по этим двум годам. Шаг за шагом. Представляя каждый месяц один за другим. Что вы будете делать, куда поедете, с кем проведете время, какие события вас там ждут. Просто просмотрите. Сейчас даже можно поставить видео на паузу и помечтать минут пять до состояния, когда... Ну, теперь мне понятно. благодарю вас, если вы не проигнорировали это задание, а сделали его, так как это задание для вас. Это магическое задание. Вы выделили пять минут, чтобы помечтать. Теперь просто запишите одним-двумя предложениями, не большее, что вы увидели после этого пятиминутного путешествия в будущее. Запишите ваше впечатление, ваше впечатление, образ, запишите его у себя в ежедневнике, что вы увидели. Сделайте это прямо сейчас. Запишите. Благодарю. Так вот, друзья, самое ключевое, что когда все идет хорошо, то есть силы, а когда что-то идет не так, либо не так хорошо, либо не так, как планировалось, или вообще идет очень плохо, тогда у нас нет сил. И я хочу, чтобы у вас были силы действовать и идти к намеченной цели, к намеченным результатам. И для этого я сейчас готовлю для вас очень важное домашнее задание. Это будет мега важное задание, о котором я расскажу вам в следующем видео тренинге. С вами был Олег Радочин. И если сегодняшний видео тренинг был для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, какую пользу вы получили лично для себя. На этом все. В скором времени увидимся в следующем видео тренинге. Также можете подписаться на мой YouTube канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать последующие видео тренинги. Пока-пока. Увидимся.